У нас есть выборы. И еще апостол Павел, да, он написал, ты помнишь, что он написал, что всякая власть от Эллы. И вот на первый взгляд, на первый взгляд, действительно, вот этот выборный процесс, это такая ведьма, перемешивающая мерзкое варево, хихикующая над кастрюлей, мерзкое выборное варево. Но это не совсем так, потому что прошедшие выборы доказали одно, что Кремль располагает абсолютно уникальным механизмом, который делает любые выборы гарантированно для него успешными. Причем это двухступенчатый механизм. Можно даже вводить любые партии, которые имитируют свободу, как сейчас ввели каких-то партию новичков, то есть новые люди, да, ввели каких-то зеленых человечков, каких-то экологов. Но и создается иллюзия, что что-то новенькое, что в старый бордель привели новых девочек свеженьких. Но это просто старые девочки, конечно, вернулись после восстановления девственных плев и пластики. И причем вот эти вот новые люди и любые новые имена, они имеют удивительную особенность. Вот чтобы не было загружено в эту машину, в эту панфиловскую шарманку российских выборов, на выходе это всегда будет нечто напоминающее цветом и формой единую Россию. Да, вот, ну понятное дело, что на столе тоже все очень пестренькое и цветное, но и даже с разными запахами, но всегда пройдя определенный путь, это приобретает один и тот же запах, запах типичный для Единой России и такой же цвет и такую же форму. Это гениальный механизм. Слушайте, в Москве проходили депутаты не от Единой России, вот сейчас, ну сейчас в Москве мало было выборных участков, но тем не менее, сейчас представители ФБК вышли в какие-то районные законсобрания. Мы переоцениваем их силы и что система, она на то и система. А, вы считаете, что процент слишком высок? Засосет абсолютно точно так же, потому что мы видим, например, что система удержания власти, она бесперебойная, абсолютно безотказная, любой результат программируется, но правда не хочется никому портить сегодняшний праздник, но можно было бы при этом напомнить, что у Лукашенко тоже была именно такая система. Вот появляются некие потрясающие результаты с высоченными явками, а потом эти цифры выборов вступают в серьезный конфликт с реальностью, реальность пробуждается, выходит на улицу, ну а потом все дальше. Как по писанному, власть не знает, что делать, сила ОМОНа, Винтилова, Месилова, Сажалова, Пыталова, ну а потом все, начинает генерироваться ненависть к власти, даже у тех, у кого ее не было. И начинается вот это вот всеобщее пробуждение, которое в России заканчивается, вероятно, страшнее, чем в Беларуси. Мне вот очень понравился Медведев, красавец Медведев, который по результатам выборов он заявил, что вот теперь единороссам придется в поте лица работать над поручениями избирателей. Я вот и верю, потому что вакцину они сделали, под депутатов они тоже сделать смогут.